Там свои черные дни есть у каждого нашего подразделения. Люди несут громадные потери. Люди устали от этой мясорубки. Победы нам не видать. Российский писатель и военблогер Максим Калашников съездил на фронт и записал эмоциональный видеоблог, в котором рассказал, что российская армия несет большие потери из-за бездарных действий командования, а ее силы уже находятся на исходе. Калашников рассказал, что реальная ситуация на фронте сильно отличается от сюжетов российской пропаганды и что, если так пойдет дальше, армия однажды просто взбунтуется против своих командиров. Сейчас возвращение с передка, практически с передка самого, где, поверьте, все очень-очень обострено и все очень доходчиво. Я вижу, как наши войска тоже сильно устали. Думаю, что некая обратная связь есть, и в Кремле это тоже знают. Там чувствуется чудовищная усталость от этой вот затяжной позиционной бойни. Калашников рассказал, что российская армия сильно измотана и деморализована большими потерями, и что российское руководство, очевидно, знает об этой ситуации, и именно поэтому все время выпрашивает переговоры. Поэтому я не удивляюсь, почему все-таки зазвучали такие вот нотки, что, ноты вернее, вот эта тема, она вообще стакера, что мы готовы к переговорам. Понятно, что, видимо, и власть понимает, что войска без новой волны мобилизации, которую, в общем-то, наш бомонд очень боится, ну, что называется, армия может не выдержать просто-напросто. Люди, которые собирались захватить Киев за три дня, теперь, на третьем году войны, говорят, что их армия может и не выдержать такой мясорубки. Ну, что, отличная многоходовочка получилась. А какой, если план Б, значит, еще, еще раз говорю, при очень крайней такой измотанности наших войск. Вы понимаете, когда пулеметчик разговаривает, вот там в пункте какого-то временного дислокации в ПВД, там едва-едва интернет, и вот у парня, смелого парня, он завтра ему на позиции, у него слезы начинают стекать. Вот это, черт возьми, обо многом говорит. Бедный пулеметчик в трусиках просто думал, что украинская армия разбежится и не будет воевать, а украинская армия уже третий год сопротивляется, и теперь он плачет, потому что не хочет умирать в мясном штурме. У меня для него есть прекрасный совет. Не надо плакать, просто оставьте нас в покое. Дайте украинцам просто спокойно жить. Возвращайся к себе домой, в свой родной город, занимайся своими делами. Ну, честное слово, ну какие-то умственные отсталые. То есть они плачут, жалуются и все равно продолжают умирать в местных штурмах за руины Авдеевки. Вот честно говоря, я многих таких вот ура-ура вывез бы он туда, на линии. Вот вы посмотрите, как люди прячутся там от дронов. Там, вот я был, я видел этих людей, понимаете? Они золотой фонд нации. Если бы у них нормальная команда, доломан, чтобы, черт возьми, дошли. Обратите внимание, какое у него оригинальное представление о золотом фонде нации. То есть российские патриоты даже не рассматривают вариант, что золотой фонд нации не нужно отправлять на войну и истреблять. О том, что золотой фонд нации можно использовать в какой-то созидательной деятельности. Ну, например, там, не знаю, в науке, в спорте, в бизнесе. Они такие идеи даже не рассматривают. Им это даже в голову не приходит. То есть они считают, что если золотой фонд нации, то он обязательно должен идти до Ла-Манша, что-то штурмовать, где-то умирать. И вот ребята с уставшими лицами говорят, черт возьми, что ж такое-то? Мы воюем с этими дронами, не их спас, он нет. Но почему не наносятся удары в тыл? Почему? Видимо, это потому, что Россия просто управляют невменяемые психопаты, которые развязали идиотскую, бессмысленную войну без какой-либо внятной цели, которую сами теперь не могут вытянуть, потому что свою собственную российскую армию они в предыдущие годы просто тупо разворовали. Вы не рассматривали такой вариант? Люди гибнут и испытывают страшные нагрузки. Теперь я знал об этом, но я это увидел. И люди вот там на фронте понимают. Я там слышал такую, кстати говоря, версию. Ой, да говорю, ничего, на самом деле. По словам Калашникова, из-за участия в этом кровавом и абсолютно бессмысленном идиотизме в российской армии начинают появляться упаднические настроения и всякие нехорошие мысли. И, обращаясь к российским властям, Калашников говорит, что такой мясорубки армия долго просто не выдержит. Ну, слушайте, я еще раз хочу обратиться к Бомонду без особой надежды. А вы что, всерьез думаете, что войска двужельные? Что они выдержат вот эту, собственно говоря, вот эту мясорубку? Самое потрясающее, что ведь они же сами все это начали по своей воле. Это украинцы воюют вынужденно, потому что некуда деваться, потому что на Украину напали, из Украины отступать некуда. Но этих-то никто не заставлял. Я не понимаю, ну что, своей земли было мало? Самая огромная страна в мире, огромное неосвоенное пространство. Можно заниматься, хватит дел на поколение вперед. Ну, занимайтесь своей Сибирью, там, Уралом. Ну, огромные реально площади, просто незаселенные, заброшенные деревни, целые вымирающие города. Да, нет, они, имея огромные свои вот эти пространства, которые не могут освоить, полезли в чужую страну, чтобы захватить еще территории, которые тоже у них не хватает ресурсов, чтобы освоить, и теперь они жалуются, ноют, погибают, но все равно продолжают эту бессмысленную бойню. Там свои черные дни есть у каждого нашего подразделения, потому что по-прежнему кидают из огневого вала, из нормальной подготовки. Люди несут громадные потери. ВСУшники очень хорошо отработали технику, так сказать, отбитие вот этих штурмов, когда без артиллерийского, без сосредоточения огня идет, да, огневого вала. Погодите, но ведь Путин говорил, что потерь практически нет. Так, только санитарные потери по мелочи. Да что ж, получается, Путин врал. А люди из брони ссыпают, вперед в атаку, с той стороны удары минометами, ФПВ-дронами, люди с техники разбегаются, все, почему ловят именно на входе, в поле кассетные боеприпасы, и, понятно, после такого штурма, соответственно, не только у ВСУ трупа, и у нас, простите, столько же ложится. А если в лоб идут, то и больше. И люди эти спрашивают, почему, почему, откуда, что. Я не хочу оглашать те версии, которые я слышал в курилке, там, на фронте. Но, поймите, люди все очень понимают. Слушайте, по-моему, он не верит, что СВО идет по плану. Я хочу еще раз предупредить наш бомон, что, если не изменить характер ведения войны, то, вы знаете, мы рискуем столкнуться вот с тем же эффектом усталости войск, как Российская империя уже в конце 1916 года. Вон там уже начались случаи, так сказать, и неповиновения, и даже братания. Просто люди устали от этой мясорубки. Он признает, что люди устали от мясорубки, но ему даже не приходит в голову, что ее нужно просто прекратить. Он требует ее продолжать, просто продолжать по-другому, не понимая, что по-другому российское начальство просто не может. Потому что, если бы у него были мозги, они бы эту войну просто не начали. Затяжная война, вы знаете, это громадная громадная для нас беда. Затяжная война, она грозит на самом деле нашим поражением. Так может, вы тогда просто оставите нас в покое и войну прекратите? Вот здесь вот расположение, ребят, это очень хорошо понимаешь. Здесь вообще люди 40-50 лет, молодежи очень мало. Так вы продолжаете еще в том же духе, и у вас молодежи вообще не останется. Дуболомы с большими погонами устраивают построение в зоне действия тех же хаймерсов, так же дальнобойной артиллерии. Сколько случаев только за февраль, за минувший месяц, три, трижды накрывали построение. Под конец военблогер Калашников призвал к репрессиям против российских командиров. И тем самым наговорил себя практически на статью. Я считаю, что чистка должна коснуться не только государственного аппарата, экономического блока, она должна касаться уже высшего комсостава. На святое замахнулся. Знаете, вот я честно не припомню в истории настолько жалкого и позорного агрессора, который сам развязал войну и сам потом постоянно жалуется иной. Ну ладно еще, когда жалуются украинцы, это понятно, да? То есть на нас напали, мы ничего не можем сделать, нам остается только отбиваться. Понятно, что для Украины все, что происходит, это большая трагедия. Но эти люди, в чем их логика? Они же сами целенаправленно развязали эту войну. Они сами к ней призывали, они сами ее пропагандировали. Сами ее начали, теперь жалуются, ноют, стонут, бегают. Ой, происходит какая-то бессмысленная мясорубка. Как же так получилось? Конечно, происходит мясорубка. А нахуй вы развязали-то ее? Ну, оставьте украинцев в покое. Занимайтесь своей страной и бессмысленная мясорубка прекратится. Но вы знаете, у меня такое впечатление, что они реально не успокоятся, пока свою собственную страну не дотолкают до краха какого-то, до какой-то пропасти, до какого-то коллапса, пока вот они ее так не расшатают. Они признают, что в армии уже настроение, как прям накануне революции. Что же делать? Что же делать? Может остановить войну? Да нефига. Давайте дальше. Да и пока она вообще вот пока все не рухнет. Да, вот у них такая установка. Ну, так однажды оно, конечно, рухнет с таким-то подходом. Подписывайтесь на канал, друзья. Всеми силами украинцы пытаются перенести военные действия на территорию нашей страны. У российских пропагандистов почему-то как было, так и остается грустное лицо. Есть такое стихотворение. Почему у человека грустное лицо? Да, потому что надоело. И в этом процессе российского надоело, появились интересные тенденции. Появились запрещенные слова и запрещенная одежда. Да, именно так. Какое слово теперь запретили проговаривать в Российской Федерации, в части Белгородской и Курской областей? Это слово эвакуация. Его говорить нельзя. Все что угодно, но только не эвакуация. А еще воен... Переодели из военной формы в гражданскую одежду. С нами на прямой связи человек, которому Белгород дорог, это его родной город, наш военкор Евгений Поддубный. Женя не военкор, а Женя российский офицер, который косит под журналиста, но последнее время ходит исключительно в военной форме. И, приехав в свой так называемый пока еще родной Белгород, он был одет в военную форму. Вот он с гауляйтером Гладковым фотографируется, но на включение его переодели. Почему? Потому что будет слишком тревожно, будет слишком страшно. Тем более, что мы сейчас наблюдаем. После завершения так называемых выборов, Путин решил пошутить. В прямом смысле этого слова. И встретился с сотрудниками ФСБ. Шутка первая и основная. Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп. Причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря. Вот здесь было действительно смешно. Черное море – это наше море. Украина сама борется за свою самостоятельность. Российских кораблей стало значительно меньше. Ну как меньше? Нет, на самом-то деле количество не изменилось. Просто часть кораблей ЧФРФ, оно теперь лежит на дне морском и играет в игру. Мы знаем движение и направление движения русского военного корабля. Значит, встречаясь с ФСБшниками, Путин заявил, что граница на замке. А губернатор, он же гауляйтер Белгородской народной республики Гладков, начал эвакуацию. Интересно, почему? Давайте разберемся вместе с вами. Но, естественно, перед этим нужно подписаться на мой YouTube-канал. Значит, как Путин обещает отстоять Белгородскую область? За последнее время многое сделано для укрепления государственной границы. Особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Результаты мы видим. Все попытки прорыва на нашу территорию, диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, они тоже активно применяются, да и всякого рода отребия, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились. Именно поэтому в российском сегменте интернета появился очень популярный, я бы даже сказал, самый популярный хэштег. Белгород – это Россия. Таким образом они апеллируют к Владимиру Путину. Я даю вам рекомендацию, это надо делать на коленях, и тогда, гляди, гляди, Путин услышит и поймет. Все провалилось. Путин защитил Белгородскую область. Поддубного переодели из военной формы. Но почему тогда началась эвакуация? Эвакуация из Белгородской, Курской области. И это только начало. Ребята, приготовьтесь, заправьте ваши машины, купите консервы. И, естественно, когда придет украинская армия, мы вас освободим. Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Гороворонского района. Договаримся с коллегами губернаторов. 22 числа 1200 детей едут в Пензу, в Тамбов и в Калугу, дальше Ставропольский край. Сейчас проговорим там отдельно, там система выстроена. Мне кажется, безопаснее везти ваших детей далее, туда, в сторону Урала. Но, значит, вывозим детей, отселяем. Какой новая язда. Главное не сказать слово эвакуация. Но, обращаясь публично, гаулятер Голодков, обращаясь к жителям оккупированной Белгородской народной республики, начал проговариваться. Вы понимаете, что получается? Получается, что в БНР ждут украинскую армию. И люди не хотят отъезжать, отселяться, эвакуироваться. Не хотят бросать свои родные участки, дома, все что угодно. Они готовы остаться на территории, где ведутся, внимание, боевые действия. А российская пропаганда в таких ситуациях, по той же Авдеевке, сделала вывод, что все они ждали фашистов из России. Но тогда, если уж использовать эту аналогию, то БНР ждет освободителей из Украины. Ждут. Я лично убедился в том, что на сегодняшний день под обстрелами остается большое количество жителей в населенных пунктах, которые подвергаются обстрелам. Это, конечно, недопустимо. Понимаю, что убеждение стороны органов местного управления до сих пор результата не принесло, и жители принимают такое решение. Но, убедившись сам лично, когда, например, когда несколько дней назад было в казинке, вначале люди говорили, нет, мы останемся, начинается усиление обстрелов, говорят, вывезите нас. А уже физически оказать помощь по вывозу практически оказать невозможно, не подвергая жизни других людей. Поэтому задача органов местного управления увеличить количество подымовых обходов по тем домам, квартирам, где остаются жители. И убедить по возможности переехать в те населенные пункты, в которых расположены их родственники, дальние и близкие, если они готовы принять, если нет, мы готовы разместить все у себя в пунктах временного размещения. В нашей области, так и в других регионах. Сейчас, сегодня, именно у нас уехало несколько десятков человек в Воронежскую область. Вот так выглядит глупость. Переехать из Белгородской области в Воронежскую. Ну, извините, нет, это не принимается. Хотите несколько раз переезжать? Ну, тогда, пожалуйста. Но, по большому-то счету, ехать надо вглубь России. Ехай! Да, по-моему, такой, знаете, честный посыл российским товарищам. Но Гауляйтер говорит о том, что масса людей не хотят уезжать. Я вам говорю, это наши украинские ждуны. Они ждут прихода Украины. Дальше будет референдум. Дальше будут выборы. Ну и что? Украинская мова. В общем, станете частью Запада. Поэтому они не хотят. Они не хотят жить в фашистском российском режиме. Они ждут Украину. Вот и все. Но вот мы начали наше видео с того, что у российских пропагандистов очень грустные лица. Не могу понять, почему так сложно сказать слово «лицо» применительно к российским пропагандистам и пропагандисткам. Может быть, все-таки Е-Ло? Белгородская область. Тяжело сейчас людям на территории и Курской области, и области Белгородской. 98 раненых, 60 убитых граждан нашей страны. Всеми силами украинцы пытаются перенести военные действия на территорию нашей страны. Оля, не плачь. Ну, по поводу погибших гражданских, это, конечно, трагедия. Но тут нужно разобраться. Красный крест его знает. Может быть, это все-таки были переодеты на российские военнослужащие. Потому что украинская армия, она по мирным объектам не бьет. Только по военным. Исключительно. Возможно, это все действия российского ПВО. Они сами себя бомбят. Ну, я могу ерничать сколько угодно. Потому что в войне такой интенсивности разобраться, куда ты точно лупишь, невозможно. И россияне это знают, и мы это знаем. Но вопрос в чем? Вот эта вот фраза, да? Перенести войну на российскую территорию. Смотрите. И Путин про границу только что говорил. И Скобеева говорит на приграничную, на российскую территорию. То есть, еще раз. В их сознании нет никаких противоречий в части того, что до этого, эти 10 лет, война велась исключительно на украинской территории. Потому что вот сколько бы они там ни рассказывали, мы это присоединили, мы это присоединили. Это теперь рашка. Рашка начинается в Белгороде. Ну, или в Курске. Я бы начал в Москве, конечно. Там еще Калуга по пути. А у Оли действительно грустная Е. И она какие-то интересные выводы такие делает. Мол, она очень агрессивная и опасная. Ну, в смысле, и Скобеева, нахуй, женского рода. Ну, и сама Россия. Пожалуйста. И вот вы, когда эти грустные поминальные цифры называете, десятки людей ранены и погибли. Я, вот слушая это здесь, Женю, вспоминал Донбасс. Когда он еще был в составе Украины. Когда он пытался бороться просто за язык, за свое существование. Они бомбили так же каждый день. И подобное, которое мы видели, он когда-то обслуживал в Славянске в 2014 году Игоря Геркина. Два офицера российских спецслужб. Один вылизывал ему то, что он привык вылизывать. Ну, а другого позиционировали тогда, соответственно, какого-то там освободителя русских земель. Так вот, значит, в 2014 году Донбасс боролся за язык, как выяснилось. Не знаю, я вот был недавно в Славянске и в Краматорске. Щебечать там всю украинскую мову, як мои буты. То есть борьба за язык завершена. А вот в Белгородской области нет. И с этим нужно что-то делать. Это Украина сама борется за свою самостоятельность. Хорошо, хочу задать я вопрос тому же Макрону. А ты сейчас видишь, вот даже если отвлечься, что сегодня Донбасс наш, что происходит? Это живые, это дети, это женщины, это старики. Думаешь, я это говорю для того, чтобы к совести кого-то призвать? Нет, я просто специально провожу эти аналогии, понимая, что ни о какой совести речи не идет. Когда-то я, в 14-м году, я сейчас вспоминаю... Я просто к тому, что спустя два года спецоперации, третий пошел и 10 лет войны, апеллировать к совести смысла, наверное, нет. Надо двигать, уничтожать. Санитарную зону, об этом я говорю давно. Уничтожать призывает Скобеева. Говорит, что война пришла на российскую территорию. Тут с этим уничтожением такая штука страшная на самом-то деле. Ты требуешь уничтожить кого-то? Тогда не удивляйся, что подобные подходы будут распространяться и на тебя, и на твой дом в полном объеме. Ну и мне очень нравится, как они все скулят по поводу Макрона. Что вот Макрон, посмотри, прилетает в Белгородскую область. На жалость давят. Ничего себе. Значит, тут стало понятно, какие части Белгородской области уже отсоединены от России. Конечно, Путин сказал, что пересечение границы не допущено. Но почему же тогда начинают перечислять целые районы пока еще оккупированной Белгородской народной республики, но те, которые уже начали движение из Раши? Понимаю и вижу много вопросов в отношении того, что безопасно или небезопасно находиться сейчас в некоторых муниципальных образованиях. И принимаем решение вместе с оперативным штабом, что на территории Козинки, Гороподола, Глотова, Граеворна, Новостройки 1, Новостройки 2 безыменно будет ограничен въезд. Что это значит? Это значит, что будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничные службы, Министерства обороны и администрации. В которой будет определен порядок посещения своих жилых домов. Например, нужно покормить коров. Далее он еще рассказывал о новых правилах, новых веяниях непосредственно в самом Белгороде. Масса народа записывает такие грустные видео там, на болотах, что, мол, продукты пропали в Белгороде. Нет продуктов первой необходимости. То ли еще будет, ребята. Все закрыто. Пустой Белгород. Кафе закрыто. Поесть негде. И что самое интересное. В самом Белгороде не видно российских военнослужащих. А почему? Потому что они уже отступили на новые выгодные рубежи. Где-то ближе к Калуге. Ну, это пока мое предположение. Немножечко стеб и так далее. Но выглядит это так здорово. А главное, понимаете, достаточно посмотреть, какие они грустные все становятся. А после того, когда ты начинаешь уничтожать их на их территории, вообще, тут было такое интервью, беседа Мудрена с Пушилиным. Тоже еще один гауляйтер. Практически такой же, как Гладков. Там есть нюансы, но не суть. И Пушок говорит этому, что мы поделимся опытом с Белгородской областью, как выживать во время войны. И это прикольно. Это прикольно слышать, потому что получается, что Луганда и Домбабве, которая была создана Российской Федерацией на украинских территориях, она начинает возвращаться в сторону Москвы. Вы хотели русского мира поставить чуть-чуть на экспорт? Нет. Теперь наступил момент, когда оно возвращается назад. Ну, а Поддубный так интересно рассказывают. Рассказывают так о действиях украинской армии в приграничных регионах, что складывается впечатление, что Тувинский все время врет. У нас есть и танки, и самолеты, и артиллерия. Женя, здравствуйте. Как обстановка сейчас в Белгороде, Белгородской, Курской областях? Да, Евгений, Ольга, здравствуйте. Ну, мне дорог любой российский город, на самом деле. Хотя, конечно, Белгород моя малая родина. Поддубный, прохал ты свою родину. Горик, Белгород. Обстановка напряженная, в частности, и на границе, где формирование киевского режима продолжает попытки атаковать нашу линию обороны. Обстановка напряженная и в крупных городах Белгородской области, более всего Белгородской области, потому что, как вы правильно сказали, формирование киевского режима, свои атаки на земле силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины сопровождают террористическими атаками на жилые кварталы, причем целенаправленно. История про жилищные кварталы расскажет и где-нибудь в районе Гааги, когда вас будут судить, как военных преступников. Не надо обманывать. Все знают, что там прячутся инструктора и российские военные. Раз их на центральной площади Белгорода нет, где-то же они должны быть. А то тут обвиняют нас в каких-то действиях против гражданского населения. Еще раз, мы работаем только по военным объектам. Россияне, вам же заходила эта фраза? Вы же ее где-то слышали. Формирование киевского режима пытаются вести огонь по нашим войскам, используя ФПИ-дроны, используя артиллерию. Иногда в районе казинок действует армейская авиация, противника действует безуспешно. Противник постоянно несет потери. Более 26 танков уже уничтожены на этом направлении, и десятки бронемашин. Я не знаю, принимаем ли мы такое решение, двигаться в сторону Москвы, но что-то подобное они будут говорить и в этом случае. Что все безуспешно, но авиация есть, и другие средства поражения есть. Рамштайн прошел, народ там поморщил репу в таком стратегическом плане. Понял, что надо больше ракет, больше техники. Работают у нас наряд коалиций, авиационные, артиллерийские по боеприпасам. Президенту Чехии отдельное спасибо за то, что он союзников наших немножечко раздуплил, и они пришли к выводу, что мы не можем ждать, когда боеприпасы будут изготовлены в Европейском Союзе, и начали покупки этого смертоносного изделия по всему миру. Вроде как все идет к тому, что снарядного голода в нашей армии больше не будет. И это здорово. И это прекрасно. Что делать с Белгородом? Ну, наверное, в части, как это, такой, справедливости, в части того, чтобы объяснить, что нападать на своих соседей нельзя, нужно Белгород уравнять до такого же уровня, как наша Марьинка. Я думаю, вы со мной согласитесь. Вообще, военный смысл понятен. Они оттягивают свои силы на российскую территорию, и их будет меньше на линии боевого соприкосновения в Украине. Тут нашим военным виднее ясно одно, что российских оккупантов можно и нужно уничтожать. И не всегда надо ждать, когда они перейдут границу с оружием в руках. Это до полномасштабного вторжения работало такое правило. Пересек границу, погиб. Теперь уже за Белгородской областью мы будем разбираться по-другому. Возможно, сейчас мы наблюдаем создание этой санитарной зоны, о которой спрашивали Владимира Путина. Они там почему-то пытаются еще понтоваться, что мы создадим санитарную зону. У них там даже новая реклама фашистских телеграм-каналов появилась, что срочный инсайт после выборов. Президент России выдвинет ультиматум Зеленскому, что вот мы должны оставить в покое Белгород и отдать им украинские регионы, иначе он будет бомбить. Они еще пытаются хвататься за вот этот вот имидж второй армии мира. На самом деле они *** такие, как Скобеева, Поддубный. Попов не исключение. Россия воюет с нами на максимуме. И этот максимум теперь в Белгородской и Курской областях. Там еще что-то в Энгельс прилетело, но пока не ясно что. Но, возможно, будут хорошие новости. Подписывайтесь на канал. Называем вещи своими именами. И Украина была, есть и будет. Да? БНР. Да? Кунеер. Да? Калужская народная республика. Да? Кратер на месте Москвы. До побачения.